На днях во дворе жилого дома на улице Екельчика появились необычные мусорные контейнеры. Причем метаморфозы коснулись не только внешнего вида, но и количества. На месте трех незречно серых мусорных баков было установлено сразу семь новых контейнеров для раздельного сбора мусора. Более того, их презентация прошла в виде праздничной акции, организованной сотрудниками Брестского мусороперерабатывающего завода. Перерезание красной ленты, краткий либез о пользе раздельного сбора мусора, а также конкурсы, викторины и, конечно, подарки. Программа торжественного открытия новой контейнерной площадки жильца микрорайона Вулька запомнится наверняка. У такого творческого подхода к мероприятию есть серьезная подоплека. В связи с тем, что государственной программой Республики Беларусь доведены очень высокие показатели по сбору вторично-материальных ресурсов, мы добиваемся максимального излечения вторично-материальных ресурсов из твердобытовых отходов. В связи с этим мы в городе Бресте решили провести эксперимент по увеличению, извлечению этих объемов из обычных контейнеров. Таким образом, если раньше на контейнерной площадке у нас стояло 3-4 контейнера, то сегодня мы ставим 7 контейнеров для твердобытовых отходов непосредственно по наименованиям. Бумага, пластиковые бутылки, строительные материалы, электрические лампочки и пищевые отходы. На новой контейнерной площадке нашла съемкость даже для баночки из-под йогуртов. Основное преимущество новых баков состоит в том, что сегодня мусор, образно говоря, не варится в общем котле, что запросто происходило в старых контейнерах и, увы, не подлежало сортировке. Отныне органические отходы больше не будут смешиваться, скажем, с бумагой или пластиком. Как итог, чистые бутылки, банки и строительный мусор, для которых следующим адресом прописки станет линия сортировки на мусоропереводящем заводе, а не полигон бытовых отходов. В свою очередь, это положительно скажется на экологии. Кстати, результаты от эксплуатации новой контейнерной площадки уже успели заметить. Меньше, чем за неделю. Мы в понедельник, вот буквально 6-го числа, извлекали коммунальные отходы отсюда, но уже в контейнере с пищевыми отходами мы выбрали 240 литров. То есть загрузили с этого контейнера. Строительных материалов также было извлечено порядка 300 литров. Это вообще много? Это много. Это много. Для первого раза это хорошо. И в упаковке было извлечено 2 пакета по 240 литров. Мы уверены в том, что данный эксперимент принесет очень положительный результат. И с помощью этого эксперимента мы, повторяю, сможем больше извлекать вторично материальных ресурсов. И эти площадки мы планируем в дальнейшем их увеличить по городу Брест. То есть это первая такая европейская площадка, которую мы установили в городе Бресте. Кстати, у жителей двора, в котором установлена новая контейнерная площадка, также есть своя выгода. Если раньше они платили не только за вывоз, но и сортировку мусора, то сегодня траты уменьшатся. Графа «сортировка» выпадет из жировки за счет того, что каждый житель сам выступит в роли сортировщика. Подводить итоги эксперимента будут спустя 3 месяца. Если они окажутся оправданными, в течение двух лет такие контейнерные площадки появятся во многих брестских дворах многоэтажных домов и в частном секторе.